Архивы у большинства людей ассоциируются со стариной, даже древностью. При одном упоминании изображения рисуют кипы пожелтевших ломких бумаг, припорошенных пылью веков. Так и есть, но только не в Чувашском государственном архиве современной истории. Название говорит само за себя. Эти документы еще только предстоит сохранить для потомков. Впрочем, и у современников они пользуются спросом. Дела недавно минувших дней занимают шесть архивохранилищ. По вместимости это самый большой архив из всех республиканских. В свое время сюда поступали только документы партийных и комсомольских органов. Собственный архив и создавался как партийный. Едва ли не половина бумага была с грифом «Секретно». Надо сказать, что переписка различных структур с обкомом партии была куда более содержательной, чем с правительством республики. К примеру, донесения НКВД о подпольной организации ссыльных большевиков-троцкистов существуют в одном экземпляре. С листовок даже не сняли копий. После рассекречивания, а такую работу сотрудники архива ведут постоянно, в научный оборот введены тысячи важных и интересных документов. Большой популярностью у исследователей пользуются личные дела бывших руководящих работников. И много занимающихся исследователей, которые пишут по своей отрасли, исследования пишут. Они потом печатают как бы очерки исторические, пишут энциклопедии, пишут историю своей отрасли. Так, например, у нас Николай Васильевич Яковлев долго занимался в читальном зале нашего архива. И вышла книга «Верховный суд Чувайской республики». После того, как Николай Васильевич написал эту книгу, у него зародилась мысль еще написать про каждого работника своего. Потому что очень много у нас личных дел, документов партийных организаций наших. И сами документы по личному составу Минюста поступили к нам. После национализации в августе 1991-го бывший партархив стал принимать на хранение документы практически всех общественных объединений, организаций, предприятий, госучреждений. С этого момента количество дел стало расти в геометрической прогрессии. А вслед за ним и количество запросов социально-правового характера. О стаже, о заработной плате. Если объем ликвидированных организаций 2005-го года, на 1 января, у нас было 75 тысяч, сейчас у нас стало 150 тысяч дел. С каждым годом все больше и больше ликвидируются организации. Самый пик по приему документов ликвидированных организаций – это был 2012 год. Потому что у нас ликвидировалась волжская текстильная компания. Даже в наш век, когда миром правит интернет, архивные документы не потеряли своей ценности. Особенно, если они из личных фондов. Старые фотографии, письма, рисунки передают не только информацию, но и дух ушедшей эпохи. Коллекцию эскизов, рабочих альбомов, зодчего Ивана Ведянина, оставившего на улицах Чебоксар немало архитектурных памятников, можно листать часами. Эти ценные вещи передала архиву его дочь. К сожалению, многие люди, оставившие заметный след в истории республики и страны в целом, к своим личным архивам относились довольно равнодушно. Никому и в голову не приходило передавать их на государственное хранение. Приходится архивистам собирать буквально по крупицам. Поэтому, дорогие друзья, готовясь к великим свершениям, позаботьтесь о том, чтобы оставить после себя не только переписку ВКонтакте, но и более содержательные свидетельства ваших деяний. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика.